Здравствуйте! Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев и коротко о главных темах выпуска. По голове не погладили. Парламентская смена не оправдала надежды своих старших товарищей. Вы должны в первую очередь обследовать молодежью, узнать, что молодежи необходимо в городе. Новичкам не повезло. Сыграна первая игра городского футбольного турнира. Играем! Забивай! Забивай! Молодцы! Вот и все. Любовь нечаянно нагрянет. Молодой человек не постеснялся прийти на телевидение, чтобы отыскать прекрасную незнакомку. Сговорили обо всем, но она ушла вперед меня, и я не успел ее догнать. На очередном заседании думских комиссий в городской администрации сегодня было жарко. Депутаты не скупились на критику в адрес своего младшего брата, молодежного парламента. Что именно не устраивает народных избранников, и почему они недовольны работой молодежи, расскажет Александра Зеленина. Все началось с отчета председателя молодежного парламента Олега Гладикова о работе за прошлый год. Несмотря на участие молодежи в общественной жизни города, в проектах и встречах с коллегами из края, результаты показались депутатам, мягко говоря, слабоватыми. На всех заседаниях, в которых мы присутствовали, молодежи... Результат какой? Результат проекта сейчас в том, что молодежь начинает обращать внимание на свою придомовую территорию. Молодежь обращается к нам. Сколько обращений за вашим исполнением и за подписью председателя городской думы ушло в прокуратуру, ушло в управление благоустройства, в управление по вопросам потребительского рынка. Вы должны в первую очередь обследовать молодежью, узнать, что молодежи необходимо в городе, и выйти с инициативой на городскую думу. Я думаю, вас все поддержат. Пожалуй, главная причина не такой эффективной работы, как хотелось бы депутатам, отсутствие интереса к своему делу некоторых членов парламента. Месяц назад народные избранники решили отстранить семь прогульщиков. 50% из статистики, остальные это балласт. С этим-то что делать вы? На данный момент, как вы уже знаете, мы сейчас хотим включить новых 9 членов в молодежный парламент. Когда мы вас утверждали, все вы были 25 членов молодежи, ну, кандидатов членов молодежного парламента, были все депутаты, всех представили, кто где работает, кто чем занимается. Их туда, вот к вам, в молодежный парламент, никого за руку не тащили, ни депутаты, никто. Вы сами изъявили желание. Все равно я считаю, что подобраны были члены молодежного парламента, недосконально изученные. Конечно, активно заниматься общественно полезным делом, помимо основной работы, трудно. Но раз назвался Груздем, полезай в кузов. Только один из уже опытных парламентариев не стал журить молодых. Олег Владимирович, чем помочь? Чем помочь в работе? В молодежном парламенте. Мало взять и попасть в молодежный парламент. Нужно, как минимум, хотеть что-то делать и иметь активную гражданскую позицию. У Олега Гладикова уже есть на примете 9 человек, в которых он уверен. Думаю, что депутаты, никто не против утвердить вам, новых членов парламента, только чтобы это не было, что через год из тех, кто был, еще 10 будут выходить. Опыт приходит со временем. Надеемся, что у старших товарищей еще будет повод гордиться молодежным парламентом. Александра Зеленина, Степан Мекрасов, новости на ТНТ. В повестке дня сегодняшнего заседания Думской комиссии были и позитивные пункты. Например, о новом этапе в благоустройстве родного города. Напомню, в этом году начала действовать федеральная программа формирования комфортной городской среды. Уже этим летом преобразится сквер на площади Торговая. Подрядчик выбран, контракт заключен. Главное, чтобы в срок успели. Цена вопроса 4,5 миллиона рублей. Так что пришлось к федеральной подключить еще и муниципальную программу комплексное благоустройство. Будут установлены конструкции вертикального изеленения, клумбы, газоны. И сейчас также рассматривается совместно с управлением культуры. Это вариант с культурной композицией для установки в центре сквера. Это по просьбе наших жителей. А вот к следующему году планы уже масштабнее. Федеральная программа охватит территорию в районе улицы Набережная. Помимо стандартных объектов комфортной зоны отдыха, тротуаров, освещения, урн, скамеек, здесь будет еще детская площадка, велосипедная дорожка и автомобильная стоянка. Набережная может превратиться в самую посещаемую часть города. Жители Правобережья без хорошей зоны отдыха тоже не останутся. В районе 22-й школы в рамках все той же федеральной программы появится новый сквер. С этой недели на портале «Управляем вместе» открыта обратная связь по ходу благоустройства дворов. Участники программы «Формирование комфортной городской среды» могут сообщить о недобросовестной работе подрядчика. Сегодня стал доступен сервис «Сообщить о проблеме по благоустройству дворов в населенных пунктах Пермского края». Подробности в сюжете наших коллег из телекомпании «Рефей». Двор дома по инженерной 6 – один из участников программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь полным ходом идут работы. По заявке жителей заасфальтируют дворовый проезд, установят бордюрный камень и водоотвод. Много лет у нас была проблема, это у первого подъезда собиралась лужа. К сожалению, ее решить мы никак не могли. И вот узнали, что у нас есть такая замечательная программа по благоустройству. И буквально в апреле месяце наш дом создал ТСЖ, подали документы и, к счастью, мы выиграли. Теперь у нас будет красивый заасфальтированный двор и не будет проблемы с водой. Всего в этом году по программе будут благоустроены дворы более чем 300 домов. И это только по городу. На данный момент ведутся работы по 7 объектам. 4 объекта мы уже полностью сдали. То есть, исполнительный документ 100% выполнен. Всего по краю в рамках федерального проекта будут благоустроены 5 парков, порядка 70 общественных территорий, дворы более чем 840 домов. Завершение всех работ по благоустройству этих объектов планируется 1 сентября текущего года. У нас все сроки по городу Перми и по краю, что до конца лета мы должны успеть все полностью закончить, чтобы уже жители с наступлением осени могли выйти в красивый новый двор. Приоритетный федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется в Прикаме под контролем временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова. По его указанию создана межведомственная комиссия. Она следит за исполнением проекта и вовремя реагирует на все вопросы. А с этой недели к контролю подключены и сами жители. Они могут оставить жалобу на портале «Управляем вместе», если увидят, что работы ведутся некачественно. Механизму контроля, это, наверное, основная наша задача, нам предстоит привлечь максимальное число общественных организаций, всех неравнодушных жителей, всех неравнодушных людей. И, слава богу, такой опыт в крае имеется. Проект формирования комфортной городской среды будет продолжен. Те дворы, которые не попали в программу в этом году, смогут стать ее участниками в 2018-м. В Березняках снова пропал человек. Две недели в нашем городе ищут 40-летнего мужчину. Пока поиски результатов не дали. 9 июля ушел из дома 40-летний Олег Кашмилов. В последний раз его видели на улице Тельмана. По словам супруги, он был одет в трико синего цвета и голубую футболку. Рост – метр восемьдесят шесть. Худощавого тела сложения. Волосы светлые. Особая примета – небольшой шрам на верхней губе. Раньше такого вообще никогда не было. Хоть в каком состоянии, он всегда возвращался домой. А тут просто вторую неделю уже его нет дома. И нигде его никто не видел, никто не знает. Кто его знает из знакомых, тоже их спрашивали и тоже без результата. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Олега Кашмилова, просим сообщить в полицию или позвонить супруге пропавшего по номеру телефона, который вы видите на экране. Сейчас время нашей рубрики «Коротко о главном». Дайджест новостей подготовила для вас Александра Зеленина. За две недели операторы связи должны отменить роуминг по всей стране. Такое предписание выдала Федеральная антимонопольная служба. Если операторы не успеют, они могут получить штраф. Свои требования об отмене роуминга ФАС объясняет тем, что поддержание различных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России ни экономически, ни технологически не обоснованы. Некоторые специалисты считают, что с отменой роуминга операторы могут незначительно поднять цены на мобильную связь. Но в антимонопольном ведомстве заявили, что повышения цен быть не должно. Сейчас в России действует несколько видов роуминга – национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Минздрав решил запретить продажу алкоголя по выходным. Правда, пока это предложение существует только в виде идеи. Авторы инициативы считают, что сейчас мер по борьбе с воупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма недостаточно, а ограничение продажи спиртного по субботам и воскресеньям, по их мнению, – эффективное решение. Как оно будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами. План по формированию здорового образа жизни россиян сейчас находится в разработке. К слову, например, в Чечне вообще алкоголь можно купить только с 8 до 10 утра. Жители аварийных домов в Прикамье получат обратно взносы за капитальный ремонт. Краевое правительство занялось проверкой фонда капремонта и уже выявило 123 аварийных дома. Не обоснованно включенных в программу. Все оплаченные средства, начиная с февраля 2015 года, планируется вернуть собственникам помещений. Сейчас на компенсацию могут рассчитывать около 2000 перекамцев. Общая сумма выплат – 620 тысяч рублей. Однако березняковцам пока на возврат претендовать не стоит. Ее альтернативой может стать переселение в новое жилье на правом берегу. Сейчас фондом капремонта прорабатывается этот вопрос. Тем временем ревизия программы капитального ремонта продолжается. Новости коротко подготовила для вас Александра Зеленина. Эй, вратарь, готовься к бою. В Березниках стартовало первенство города по футболу. Первая же игра завершилась с разгромным счетом. Чьи тактика и стратегии оказались победными, расскажет Евгения Кокшарова. На поле стадиона «Березники Арена Спорт» футболисты «Азота» играют против команды новичков под названием «Урал». И с первых же минут матч захватывает. Вот один из драматичных моментов. Игрок «Урал» оставит под ножку футболисту «Азота». За этот фолл судья назначает штрафной. В итоге гол ворота «Урала». Первый тайм заканчивается со счетом 3-0. Сами игроки «Урала» объясняют такой исход недостатком опыта. Так дворовая команда сами собрались и решили поиграть, поучаствовать. Другие игроки не попадают в другие команды. Вот решили свою команду организовать. Как вам в команду берут? Как берут? Приходите, вас возьмем. Нам, кстати, вратарь нужен. Шутки шутками, а новый вратарь бы точно не помешал. Второй тайм только начался. В ворота «Урала» опять летит мяч. Триумф не за горами. Но игрокам «Азота» кажется, что это чересчур легкая победа. Ну, подготовились более-менее. Некоторые игроки на работе, потому что сменный график, как вы знаете, есть. Соперники думали, чуть посильнее будет. Они тренировались и летом, знаю, прямо на этом стадионе отрабатывали все. Но что-то пока у них не складывается. Играем! Забивай! Забивай! Молодцы! Вот и все. У «Урала» в этом матче игра так и не сложилась. Они проиграли в сухую 7-0. Однако «Азотчики» со всем уважением относятся к соперникам и надеются, что те все-таки возьмут реванш. Не обидно сказать, конечно, «Уралу». Они молодцы, собираются, как говорится, своими силами, своими средствами. Не так, как заводы помогают этим командам. Там «Ависма», «Азот», «Уралкалий», «Сода». А эти ребята «Урал» собирают сами. Финансирование свое проводят. Спасибо таким командам, которые выступают. Матчи на футбольном поле «Березняки Арена Спорт» теперь будут проходить каждый вечер. Например, завтра в 21.00 начнется игра «Азота» и молодежной сборной детско-юношеской спортивной школы «Темп». Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Ударим стариной по бездорожью. Легендарное ретро-ралли «Пекин-Париж» пройдет по территории Прикамья. Уже в следующую пятницу 35 раритетных экипажей из пяти европейских стран припаркуются возле пермского отеля «Урал». Ралли «Пекин-Париж» впервые было организовано в 1907 году, как доказательство того, что для человека на автомобиле нет никаких преград. Расстояние почти в 15 тысяч километров победитель той гонки преодолел ровно за два месяца. Дистанция современной версии ралли сократилась больше, чем на тысячу километров, и на ее прохождение владельцам ретро-автомобилей требуется 35 дней. В этом году старт ралли состоялся 9 июля в Париже. С 17 по 31 июля гонка будет проходить по территории России. В ближайшую пятницу, 21 числа, участники пробега прибудут в Перм, где их ожидает торжественная встреча. Утром следующего дня ретро-ралли продолжит свой путь в сторону Екатеринбурга. Априкамские любители автостарины подхватят эстафету на гонки местного масштаба. В автопробеге, организуемом Пермским музеем «Ретро-гараж», примут участие уникальные экземпляры отечественного автопрома. Участники стартуют в Перми и проедут через города Чусовой, Кубаха, Кизил, Березники, Усолье и Соликамск. Жители этих городов смогут пообщаться с участниками автопробега, узнать о вкладе пермских предприятий в отечественный автопром, а также сфотографироваться с раритетными автомобилями. Нам удалось связаться по телефону с пермскими организаторами встречи легендарного ретро-ралли. В прошлом году, когда мы проводили церемонию встречи ралли «Кекин-Париж», по некоторым данным 70 тысяч человек посетило эту выставку. Как показывает практика, это людям интересно и особенно радует, когда семьи приходят. То есть дедушка в дневнику рассказывает, какой у него был автомобиль. Этим сразу же интересно становится. Березняковский «Ромео». Сегодня к нам в редакцию обратился очень настойчивый молодой человек. С помощью нашей программы он решил найти девушку, которая ему очень понравилась. Мы решили помочь влюбленному мужчине. Это Александр Коробейников. Он рассказал нашему корреспонденту, что встретил девушку своей мечты накануне в одном из городских гипермаркетов и был так очарован, что даже имени не спросил. Телевидение для романтичного мужчины – последний шанс найти свою леди. Можно сказать незнакомка, которая проходила мимо, но могу сказать, что у нее была понтарная юбка, длинные каблуки и красивая улыбка. Разговаривали обо всем, но она ушла вперед меня и я не успел ее догнать. Если незнакомка узнала себя, мы просим позвонить ее по телефону 26 28 17. Свой номер Александр оставил в нашей редакции. А между тем пылкий кавалер посвятил своей очаровательной брюнетке поэтические строки. Светись и радуйся весна. Я так люблю, я так люблю тебя. Не уходи, постой со мной. Я буду рад тебе. И этой быть может весной. А я напоминаю, что вы можете стать соавторами нашей программы. Увидели что-то интересное и необычное? Берите камеру мобильного телефона и снимайте. Мы ждем ваши видео и сообщения на электронную почту tnt.news-mail.ru или звоните по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости города. Впереди еще прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. В студии работал Андрей Фадеев. Всего вам доброго и спасибо, что смотрите нас.